Страшно это все вспоминать. Ком, честно, так. Хочется мужику, как говорится, плакать. Тимзиану. Слезы прям наворачиваются. Это все надо пережить. Голос этого сильного мужчины дрожит при воспоминании о том кошмаре, который ему пришлось пережить. Пытки, издевательства, ложные расстрелы и полная неизвестность. Почти год он провел в плену у Айдара, самого кровавого и беспощадного батальона на этой братской войне. Выберем! 10 июля 2015 года ополченца ЛНР Василия Баймаструка и еще 9 человек меняют из украинского плена. Василий воевал в минометном взводе батальона «Заря», в том самом, которым командовал нынешний глава республики Игорь Плотницкий. Лето 2014-го под Луганском ожесточенные бои силы ополчения сдерживают наступление Национальной гвардии Украины, которая закрепилась в поселках Новосветловка и Хрящеватая, всего в нескольких километрах от столицы ЛНР. Луганск был окружен полностью, ни въезда, ни выезда. Вот эта одна дорога была, как связывала с гуманитарной помощью, с выездом медных жителей на Россию. После четырех месяцев кровопролитных боестолкновений защитники республики отбросили врага вглубь фронта и освободили село. Василий попал в плен 27 августа 2014 года. Как говорит сам по неосторожности. Хрящеватые освободили, но в округе оставались разрозненные диверсионные группы. С той стороны, вот там кусты, слышу свист. Я туда посмотрел, каски блестят на солнце военные. Маша, я только в кусты тебе захожу, а там ребята военные все с вот этими желто-красные скотчевые повязки. Они задают мне вопрос, ты знаешь, куда ты попал? Я молчу. Они сами говорят, ты попал в батальон Айдар, в карательный батальон Айдар. Ты понял? Понял. Ну я сразу понял, что как бы мне не жить. Я уже не жилец. Василия и еще нескольких пленных ополченцев переправили в Луганский аэропорт на территорию, подконтрольную украинским силовикам. Когда нас привезли сюда, у них прозвучало, что поймали русского десантника. Поэтому каждый проходящий бил. Уроженца города Рубежное Луганской области приняли за десантника Псковской дивизии. Из аэропорта Василия перевезли в поселок Половинки на Подстаробельском. Там располагалась основная база батальона Айдар. Пленного ополченца пытали, избивали, подвешивали на дыбу, сломали ребра и руки. Шрамы на бицепсе от казацкой шашки. Айдаровцы хотели отрезать руку. Я был со связанными руками сзади. И он достал шашку казацкую. И вот так, говорит, режет. Она тупая, ну, шашка как бы и так ведет. Говорит, яку тубе руку отрезать. Праву, че леву, че яку. Допросы и пытки проводил командир Айдара Сергей Мельничук. Ежедневные издевательства продолжались до конца октября, пока однажды в камеру не зашли надзиратели. Под покровом ночи пленного с мешком на голове и связанными ногами вывезли в лес на расстрел. И голос такой, ты верующий? Я говорю, да, я верующий. У меня руки были сзади связаны. Воткнули мне сзади руки иконку ламинированную маленькую. Говорят, ну, если ты верующий, намолись. Ну, я лежал на земле. Слышу, два затвора передернулись. Передернулись. Я сжался весь. Ну, все. Начали стрелять. Этот кровавый спектакль разыграли, чтобы окончательно запугать и вывести из равновесия. Пленный десантник был нужен для пиара Олега Лешка, который баллотировался в Верховную Раду. Василию дали понять, что если он в прямом эфире украинского общенационального канала не скажет нужные слова, то айдаровцы расстреляют его семью. Сейчас ты будешь говорить то, что мы тебе скажем. У тебя же есть семья? Я говорю, ну, естественно. Дети же тоже есть? Я говорю, ну, да. У тебя же две дочки? Я говорю, ну, да. Мы сейчас, говорит, поедем, заснимем это все на видео, твою семью, что с ней будет. А потом приедем, тебе покажем. Ну, и ты понимаешь, что с тобой будет. Перед смертью своей увидишь своих родных. Данные корректировщики наводят на наши позиции. К великой нашей радости человек учился плохо. Широту и долготу. Вот, широту и долготу, возможно, перепутал. Возможно, наши партнеры оказались дилетантами, и благодаря, возможно, выпитой водке, которая не выпивается семантически, мы и наш лидер живой здоровый. Ну, вот это он меня, как бы, тренирует. Это еще съемки не было. Это он, как бы, спрашивает, пробует меня, как бы, на то, что я буду говорить. Это постановочное видео осудили даже в студии канала Интер самые отъявленные радикалы. Это вы наводчика показываете? Вы хотите допрос прямо в мафии сделать? Да, вот это наведник. Представьте, расскажите людям, вот эта страна. Здравствуйте. Пусть он расскажет, как выглядит корректировка огня. Несколько пунктов. Что он конкретно делал? Расскажите, как выглядят корректирования. Расскажите, что конкретно вы делаете, в чем поляга корректирование огня. Василия после этого эфира вновь отправили в сырую яму. Как он тогда думал, доживать последние дни или даже часы. Но издевательства и пытки продолжились. Шло время, пленных меняли, а его не отдавали. До войны Василий работал в Киеве в шиномонтажке. А после государственного переворота и начала боевых действий на Юго-Востоке, решил вернуться домой и взять оружие в руки. Пока Баймай Струк находился в плену, его дом в рубежном разграбили нацисты. Сейчас, кроме украинского паспорта, тельняшки и штанов, у бывшего ополченца ничего нет. Мечта, мечта. Детей хочу увидеть. Я пока находился в плену. У меня семья находится под Москвой, в Люберце. У меня родился внук. Хотел бы увидеть внука, семью. Семья Василия, жена, дочь и внук, который родился полгода назад, пока он находился в плену, сбежала в Москву. Они живут на окраине столицы. Жена работает, дочь воспитывает сына. Они не виделись больше года. После освобождения из плена общались только по телефону. Ой, привет! Плачет. Вася, привет! Вася, это Арсюша, твой внучок, Вася. Видишь, какой же... Плачет, бедный. Он пускает скупую мужскую слезу. За 11 месяцев его плена изменилось многое. Луганск стал народной республикой. Ополчение превратилось в народную милицию. И только родные неизменно ждали, когда муж, отец, а теперь еще и дед, вернется домой. Самое главное, что ты жив. Остальное будет. Будем работать. Все будет хорошо. Чудом же восторг. Пережив страшные муки и лишения, Василий вновь готов взять в руки оружие и воевать до тех пор, пока не освободит свою республику и свой родной город от последнего нациста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok